Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 14 многоэтажных жилых домов в поселке Шахан до сих пор находятся в опасности. Котлы отопления, расположенные в подвалах домов, будут вынесены наружу только при наличии спонсорских денег. 7 соучастников и 3 миллиарда оборотных средств. Такие подробности расследования уголовного дела о создании финансовой пирамиды «Оптовка» озвучили сотрудники прокуратуры. Хотим быть областью. Жители города Жизказган обратились к президенту с просьбой о восстановлении Жизказганской области. 14 котлов, расположенные в подвалах жилых домов в Шахане, будут вынесены наружу за счет спонсоров. Власти Шахтинского региона прибегнут к помощи общественного фонда, который действует сейчас и, возможно, воспользуется пожертвованиями казахстанцев. Такие перспективы озвучил Ахим города Шахтинск сержант Аймаков на специальной пресс-конференции. Квартиры, в которые отказались заселяться пострадавшие шаханцы, будут подарены нуждающимся в жилье выпускникам детских домов. Для этого жилье сначала будет отчуждено, а только после этого будут оформлены дарственные. Решили квартиры отдать остро нуждающимся. Может быть, была такая задумка отдать полностью детям-сиротам, каждому, кто сегодня нуждается, прямым договором дарения без минуя государства или еще каким-то другим нуждающимся. Но, тем не менее, сегодня фонд над этим работает. На данный момент большинство пострадавших уже получили равноценную недвижимость в Шахане и Шахтинске. За счет фонда помощи приобретено 9 квартир на общую сумму 27 миллионов тенге. Еще 8 миллионов выплатили в качестве компенсации двум семьям. Одна сделка купли-продажи находится в стадии оформления. В поиске нового жилья все еще находится бабушка 7-летней Полины Андроповой, оставшейся сиротой. Мы с ними много квартир объездили, потом в конечном итоге нам пришлось обратиться в гиэлторское агентство. Они нам подыскали, тоже подыскали квартиры именно в том районе, в каком она хочет. Она хочет в районе Юго-Восток, где норма, там вот 101-й гимназии, это гимназия, по-моему, в лице как-то. Вот в той стороне. Пока вот ищем. На сегодняшний день на счет фонда о помощи пострадавшим поступило 154 миллиона тенге, 70 миллионов из которых уже потрачены. По информации Акима Шахтинска, сержан Аймакова, всего в Шахане 14 котлов, которые нужно вынести из подвалов жилых домов. Денег на эти процедуры у чиновников нет, поэтому, скорее всего, власти снова прибегнут к помощи благотворительного фонда. Аймамрина Исламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В деле о финансовой пирамиде «Оптовка» появились новые подробности. Вместе с основательницей фирмы ТО «Финанс-Оптогрупп» Еленой Колесниковой установлены семь подозреваемых. Двое задержанные, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия. Общая сумма ущерба составила порядка двух миллиардов тенге. При этом на счету у подозреваемой «Бизнесвумен» всего чуть больше 100 миллионов тенге. Также правоохранительные органы сообщили, что на ней зарегистрированы четыре автомобиля. Уголовное дело в отношении предпринимательницы Елены Колесниковой до сих пор находится на стадии расследования. Прокуроры объясняют это тем, что в деле около тысячи потерпевших. Владельца трех офисов ТО «Финанс-Оптогрупп» и ее сообщница находятся под стражей. А вот второй подельник пока гуляет на свободе. Его выпустили под залог, так как он полностью признал свою вину и помогает следственным органам. «Назначались все экспертизы. Кроме того, сейчас затрудняет то, что вкладчики, ну, такой объем вкладчиков – это более полторы тысячи человек. В настоящее время уже запрошено около тысячи вкладчиков, в том числе и потерпевших. Они были признаны потерпевшими». Стоит отметить, что 36 человек по делу проходят просто свидетелями. Они отказываются писать заявление на Колесникову и до сих пор не верят, что их обманули. Между тем, пока никому из потерпевших получить назад свои деньги не удастся. Во-первых, средства на счету, арестованные автомобили и товар не покроют всех вложений. Во-вторых, до окончания суда счета будут заморожены. Напомним, филиалы фирмы «Оптовка» закрылись 4 октября. Известно, что вклады карагандинцев составляют от 50 тысяч тенге до нескольких миллионов. Вкладчики несколько раз штурмовали здание прокуратуры Октябрьского района в надежде вернуть свои вклады. А я мамрина, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Пещерные поселения найдены в Карагандинской области. В поселке Бркуте из-за обильных осадков люди оказались в плену своих домов. Глубокие тоннели приходится расчищать для того, чтобы зайти в дома. На протяжении полутора месяца дорога в этот поселок закрыта. Жители опубликовали в социальных сетях свои заснеженные владения. Пещерные люди – так называют себя жители этого поселка. Зайти в дом, а точнее спуститься теперь очень трудно и опасно. Крыши домов еле виднеются под снежным покровом. На видео сельчане показывают сугробы и говорят, что где-то здесь должна быть дверь, а здесь гараж. На балансе поселка нет соответствующей техники. Она старая и не справляется с оледеневшими сугробами. Было много снега. До конца декабря мы чистили сами. Из-за погодных условий сильного бурана мы уже сами не справлялись. Люди не могли выехать и въехать в поселок. Районный Акимат нам выделил бензин и на этой неделе мы ждем технику и вскоре начнем работу по уборке снега. В поселке живут 1300 человек. На протяжении полутора месяца дорога к поселку закрыта. Но, по словам Акима, никаких чрезвычайных ситуаций на трассе не было. Акимат сельского округа запросил технику из районного Акимата. И уже через несколько дней последствия непогоды должны устранить. Лариса Хусейнова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Военный летчик, его супруга и двухлетний сын стали жертвами пожара в Балхаше. Как сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел 11 февраля в 11 часов вечера. Сообщение о пожаре поступило в 22.43, в пожарную часть номер 45. Как сообщают спасатели, из квартир подъезда были эвакуированы 14 человек. При обходе в квартире на втором этаже были обнаружены трупы трех человек – мужчины, женщины и ребенка. Очагом возгорания была квартира на первом этаже дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Происходило горение мебели, домашних вещей, оконных рам, межкомнатных дверных перегородок и пола. При тушении в одной из комнат был обнаружен труп мужчины. Таким образом, жертвами пожара стали четыре человека. Это было почти уже в ночное время. Человек, как всегда, не мог оценить обстановку. Конечно, поэтому пытались эвакуироваться. Но так как было сильное плотное задымление, получили отравление. Горели вещи, синтетические вещества, они дают такой сильный едкий запах, дым. И получается, дают такой организм сильнодействующий отравление. Позже стало известно, что в результате отравления угарным газом погиб военный летчик в войсковой части 53-898 Министерства обороны Еркен Удербаев, его супруга и двухлетний сын. Эту информацию подтвердил заместитель командира войсковой части Бахыт Жуманов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Жители Жизказган Улутауского региона обратились к президенту страны с просьбой восстановить Жизказганскую область. Активисты жалуются, что с каждым годом в регионе падает уровень развития города. По их словам, здесь почти не строится жилье, не прокладываются новые дороги. Жители Жизказгана боятся, что их родной город постигнет участь Аркалыка, заброшенного в 2000-х и находящегося сегодня в списке депрессивных городов Казахстана с очень высоким уровнем безработицы. Свои опасения за будущее жители региона высказали в обращении главе государства. В частности, Аксакал Мыркы Акпанбетов заявил, что после ликвидации Жизказганской области многие жизненные вопросы переданы в новый областной центр – Караганду. Это вот энергоснабжение, тепловодоснабжение, ну и так далее. Все это управление сейчас находится в Караганде. Какой-то вопрос, вот квитанцию присылают, там вопросы есть по квитанции. Вопрос задают, номер, телефон там указан, это место Жизказганский. Звонишь, отвечает, а это нам Караганда прислал. Вот номер такой-то. Караганду звонишь, там не успеваешь рта раскрыть, два слова скажет, там какая-то девушка сразу трубку бросает. Все вопросы населения так и нерешенными. То же самое, по мнению Аксакала, происходит и в других отраслях – здравоохранения, образования. Идею по воссозданию области поддерживают и Жизказганские рабочие. Максат Есенбаев считает, что после того, как Жизказганский горно-металлургический комбинат стал корпорацией «Казахмыс» и зарегистрировался в Караганде, город Жизказган потерял много денег в виде налогов. Я житель города Жизказгана, обращаясь к главе государства, чтобы он нам вернул статус областного центра. Город как стал, как моногород. А моногород, сами знаете, со своими вытекающими проблемами – это безработица, неопределенное будущее. Вот нас это беспокоит. Инициаторы сбора подписей также сообщают, что в городе отмечается большой отток людских ресурсов. Многие Жизказганцы отправляют детей учиться в большие города – в Караганду, Астану. Для возвращения городу областного статуса активисты просят всех неравнодушных подписать письмо-петицию на имя президента страны. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Ежегодно 14 февраля многие европейские страны отмечают так называемый праздник влюбленных – День Святого Валентина. Традиция дарить друг другу подарки, сладости и валентинки благополучно прижилась и в Казахстане. Несмотря на все запреты, молодежь упорно продолжает праздновать этот день. Насколько это правильно, выясняла Аймамрина. Вадим и Венера встречались около двух лет. Молодые решили связать себя с священными узами именно в День Святого Валентина. Жених и невеста считают эту дату символичной, надеются, что их союз окажется крепким и выдержит все испытания жизни. У нас, как видите, самые серьезные, раз мы здесь. Сильная. Любовь, да, сильная, искренняя. Можем продемонстрировать. Надеемся, что на всю жизнь этой любви нам хватит. В последние годы все больше общественников выступают против празднования Дня Святого Валентина. Доводы многих сводятся к тому, что история происхождения этого праздника так до конца и не исследована. Существует не один десяток легенд, связанных с этим днем. А сторонники ислама и вовсе заявляют, что праздновать его молодежи нужно запретить. Ведь в Казахстане есть официально признанный День влюбленных Козы Курпеша и Баян-Сулу, который празднуют 15 апреля. Я против празднования День Валентина, потому что такие праздники против действовать именно духовному воспитанию молодежи. Потому что это религиозный праздник, можно сказать, потому что это католический праздник считается. И мы такие праздники не должны пропагандировать. А вот продавцы цветочных магазинов, наоборот, рады этому празднику. Ведь в этот день можно хорошо заработать. Однако за последние годы спрос на цветы упал, отмечают они. Естественно, это наш хлеб, поэтому мы бы хотели, чтобы цветы покупались. Однако за последние два года спрос на цветы 14 февраля упал. А подорожание – это неотъемлемый процесс. Цветы дорожают не только 14-го, но и на любой другой праздник. А, к примеру, в арабских странах празднование Дня Святого Валентина караются законом, поэтому мода на День влюбленных в этих странах не приветствуется. На прошлой неделе за помощью к журналистам обратилась мама погибшей Виктории Бродиной. Водитель был амнистирован спустя полгода, хотя должен был отбывать срок по статье, которая не попадает под амнистию. Потерпевшая сторона написала жалобу в прокуратуру Карагандинской области. 14 февраля в областном суде вновь прошли разбирательства по этому делу. Подробности далее. Почти все адвокаты отказались защищать потерпевшую сторону. Однако мама и подруги погибшей Виктории Бродиной не сдавались. Близкая подруга Виктории Юлия Попова училась на юридическом факультете. Лицензии адвоката у нее нет, но она решилась выступить в качестве представителя по доверенности. Полностью изучив дело, молодая девушка привела весомые аргументы о многих нарушениях в процессе следствия. Также судом первой инстанции не было учтено нарушение пункта третьего. Раздела 14 правил дорожного движения. Что на регулированных пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель уступает дорогу пешеходам, заканчивающим переход проезжей части дороги и его направление движения. Что касается направления на медицинское освидетельствование от 7 июля 2016 года, то в данном документе перепутаны графы, которые предназначены для подписи должностного лица и лица, отстраненного от управления транспортным средством. Более того, должностным лицом, отправившим сова на освидетельствование, явился БДПП ОВД города Тимиртау, старший сержант Магурупов Шаже. При этом ранее Магурупов ни в каких протоколах следственных действий по данному факту ДТП от 7 июля 2016 года под должностное лицо указан не был. Сбивший 21-летнюю Викторию пришел с адвокатом, который тоже приводил свои аргументы, защищая водителя. Подсудимый был освобожден от уголовной ответственности на основании пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан, а 13 декабря 2016 года об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики. Выслушав адвоката и представителя по доверенности, судья удалился для принятия решения. Для обеих сторон это были самые волнительные минуты. Слезы радости сразу же нахлынули на Любовь Брозину. Но боль утраты единственной дочери не залечить ничем. Я довольна решением суда. Справедливость все-таки есть. Суд принял правильное решение. Да, будет заново проводиться расследование. Я надеюсь на справедливое решение. Адвокат в любом случае будет. Это будет рассматриваться уже более конкретно и с учетом тех нарушений, которые были, дабы больше не допускать их. Естественно, конечно. Я рада, что судья учел все эти мной предоставленные основания для отмены того постановления суда. Потерпевшая сторона намерена добиться справедливости. Им предстоит пройти все заново. И стороны не раз встретятся на суде. Мы также будем следить за развитием следствия. В Караганде во дворце культуры горняков при полном аншлаге свой пятилетний юбилей отметил ансамбль воинов-афганцев «Время выбрало нас». Карамайор Борис Керимбаев, первый командир легендарного мусульманского батальона, открыл собравшимся в зале тайны дипломатии 80-х годов. Жанр песен ансамбля «Время выбрало нас» определить трудно. Это не барды, не эстрада. Это разговор участников событий с сегодняшним поколением. Поэтому перед выступлением ансамбля участников афганской войны «Время выбрало нас» выступил легендарный майор мусульманского батальона Борис Керимбаев. Афганский полевой командир Ахмад Шахмасуд предлагал миллион долларов за его голову. И как сказал об этом последний или завершающий командующий войсками 40-й армии генерал Громов, на территории Афганистана марджахеды-душманы делали то, что могли. А мы, воины, офицеры и солдаты 40-й армии, могли, вернее, делали то, что нам нужно было. Вдумайтесь в разницу. Делать то, что нужно, и делать то, что только можешь. Цензура не давала возможности дать объективную оценку происходящих событий. Все было просто и непросто. Ограниченный воинский контингент, так называли воинов-интернационалистов, в это время НАТО и Америка стремились разместить в Афганистане ракеты дальнего действия. Они могли бы принести смерть Караганде, Алма-Ате за 3-4 минуты. Это не говоря о других городах Союза. Наши солдаты не боролись за господство и уничтожение врага. Они защищали наши общие южные границы. Сегодня историческая справедливость восстанавливается. Поэтому и песни афганских воинов так востребованы в обществе. С магнитофонных бобин они пришли к людям. Страшно умирать молодым 19 с четвертью лет Мама этой ночью шел дождь Над землею тихо он плыл Он тогда хотел мне помочь Мама этой ночью я жил Пять лет ансамбль выступает в Карагандинском регионе. И не только. Он лауреат фестиваля солдатской песни в честь 70-летия победы над фашизмом и 25-летия вывода войск из Афганистана. Его знают в странах СНГ. Это наш ансамбль. Имена участников ансамбля просто надо знать. Это Александр Савенков, Юрий Пригодный, Валерий Бурцев, Сергей Анишин, Сергей Терехов, Андрей Калинин. Кто если требует Родины, от тебя что-то, как от военного, ты должен дать то, что ты должен дать, сделать все для того, чтобы Родина желает. Время выбрало нас поет и рассказывает не о прошлом, а о том, как надо выполнять долг перед страной. Мы живем в точке соприкосновения между вчера и завтра. Сегодняшнее базируется на нашем понимании движения истории. Историческую правду ансамбль воинов-афганцев «Время выбрало нас» понимает и доносит до нас. Нам надо просто услышать. Сергей Высокосов, Исламбек Успанов, Первый, Карагандинский. Очередную игру Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» провел без главного тренера. Как пояснили в клубе, Вадим Япанчинцев во время тренировки получил травму. Однако все установки главного тренера команда выполнила. 13 февраля со счетом 3-1 «Сарарка» обыграла хоккейный клуб «Рязань». С приближением плей-оффа выступления участников регулярного чемпионата становится все агрессивней. Оно и понятно, каждая команда старается занять как можно более высокое место в турнирной таблице, чтобы обеспечить себе слабых соперников. Отправляясь в Казахстан, хоккейный клуб «Рязань», находящийся на 14-м месте, надеялся пробиться в плей-офф. Однако карагандинскую «Сарарку» им сломить не удалось. Счет открыли карагандинские хоккеисты. На 10-й минуте матча Тигран Манукян отправил первую шайбу в ворота рязанцев. Гости смогли ответить лишь в третьем периоде. И, как оказалось, эта шайба стала единственной побывавшей в этот вечер в воротах «Сарарки». На 57-й минуте матча защитник Александр Юксеев забрасывает вторую шайбу, а через минуту нападающий Данил Ердаков хоронит шансы Рязани перевести игру в овертайм. Матч закончился со счетом 3-1 в пользу карагандинской «Сарарки». Ну, в первом периоде, считаю, мы слишком уважительно относились к сопернику. И в единоборствах, и в образцах. Мы очень неуверенно провели. Второй период уже выровняли. Получше у нас получился, считаю. Хотя с преимуществом соперника. В третьем терпели, сравняли счеты. Но, к сожалению, мешались. Есть потусторонние силы, с которых мы пока не можем найти противоядие. Ну, и моменты свои надо реализовать, конечно. Были у нас неплохие. Такую команду, как «Сарарка», очень сложно обыграть, не реализовывать свои моменты. Ну, я согласен. Может, где-то в первом периоде у нас было преимущество. Все-таки дома играем. Соперник там добирался. Может, тяжело. Там как-то положительно, как говорят, отнеслись. Забили. Могли там еще увеличить счет. Но не получилось. Второй период на равных. Но в третьем, в конце. Хорошо реализовали большинство. Ну, и третий гол. Догоночек. 17 февраля в Караганде «Сарарка» проведет очередной домашний матч. В качестве соперника выступит крепкий и середнячок чемпионата «Чеховская звезда». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Только один день. 25 февраля – уникальное представление в Караганде. Санкт-Петербургский театр рок-опера представляет, внимание, новую постановку – мюзикл «Ромео и Джульетта» по мотивам одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Музыкальный спектакль «Ромео и Джульетта» не оставит равнодушными как любителей классики, так и почитателей современного искусства. Заслуженные деятели искусства России выступят для карагандинцев. «Ромео и Джульетта» – постановка с серьезной рок-н-ролльной динамикой. Образ «Ромео» как идеального влюбленного постановщики постарались сделать максимально мужественным. Несколько смещены акценты и во взаимоотношениях других шекспировских персонажей. Спектакль не только о вражде семьи, но и о проблеме отцов и детей – Джульетты и ее родителей. Первый карагандинский телеканал разыгрывает два билета на спектакль. Чтобы принять участие, необходимо быть пользователем социальной сети «Инстаграм». На профиле нашего телеканала вы можете узнать все подробности. Не упустите свой шанс. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин